Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и военное производство для поддержки Украины. По информации агентства Reuters, Кэмерон планирует предложить членам Североатлантического альянса поддержать закупку дополнительных ракет и снарядов для украинской армии. Абсолютно жизненно важно, чтобы Великобритания и другие страны альянса получили оружие, боеприпасы и оказали Украине необходимую поддержку. Для нас жизненно важно, чтобы Украина выиграла, а Путин проиграл. Это не просто инвестиции в их оборону и безопасность, это инвестиции в нашу оборону и безопасность. Мы будем в большей безопасности в Великобритании, если обеспечим правильный исход этого конфликта. НАТО планирует выделить Киеву помощь на 100 миллиардов евро на пятилетний период. Источники агентства Reuters сообщили, что это инициатива генерального секретаря альянса Йенса Стоутенберга. Он убежден, эти деньги помогут Киеву в случае сокращения военной поддержки со стороны США. Он предлагает на это форс-мажорное время, когда в Белом доме гипотетически после результатов выборов в ноябре этого года может оказаться Дональд Трамп. Они предлагают сформировать как минимум на пять лет, а президентский срок Трампа будет четыре года максимум. И на этот период, на четыре года, Запад хочет предостеречься и продлить помощь Украине. Как минимум 100 миллиардов на пять лет, то есть по 20 миллиардов в год. Государства-члены НАТО поддерживают вступление Киева в альянс. С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. И, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его участники сфокусируются на формировании дорожной карты для Украины. Для нас вопрос заключается в том, чтобы иметь хорошую и четкую дорожную карту для достижения этого результата. И я верю, что саммит НАТО по случаю 75-й годовщины будет действительно сфокусирован и довольно конкретно на том, как мы можем создать эту дорожную карту, которая позволит Украине стать членом НАТО. Эксперты называют двух потенциальных противников присоединения Украины к НАТО. Речь идет о Венгрии и Словакии. Я думаю, что такой план будет принят. Байден проведет подготовительную работу, Белый дом, Блинкен и все другие заинтересованные стороны заставят исключить любую потенциальную угрозу на юбилейной 75-й годовщине образования НАТО на саммите в Вашингтоне. Я думаю, что все страны согласуют какой-то план, не знаю какой, но такой, какой предусматривал бы вступление Украины в альянс. 3 и 4 апреля в Брюсселе с визитом находится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он примет участие в заседании Совета Украина-НАТО, а также проведет двусторонние встречи с коллегами, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В центре обсуждения будут реализация украинской формулы мира, увеличение военной помощи Киеву и конфискация российских активов.